Друзья, а в своем музыкальном конкурсе мы бы хотели вам рассказать о характере настоящего уральского человека. Уральские люди очень упертые и при желании могут дойти даже до Москвы. А именно в Москве записывается большинство популярных песен. Итак, давайте представим где-то на московской звукозаписывающей студии. Здравствуйте! Разрешите представиться? Уральский композитор Валерий Константинович Мармеладзе. Очень смешно. А я с этим живу. Значит так, здесь вы свои песенки записываете? Да. Вы понимаете, они у вас не про жизнь. Ну и что вы предлагаете сделать? Я уже все сделал. Я перезаписал все ваши песни, чтобы они были ближе к людям. Ну вот, к примеру. Буди, буди, буди. Перфоратором буди. Ну? Что это за бред? Поймите, народу нужны песни про любовь. А мне нужна песня про мой двор. Хотя бы такая. Возле дома твоего. Алкаши. Возле дома твоего. Живут цыгане. И это за 40 тысяч в месяц. Представляете себе. У нас в Москве другие темы. А у нас в России свои темы. Микрозайм берете? Ну? Пол России с такими проблемами. А если не секрет, сколько у вас таких песен? Песен еще не написаны. Сколько? Да дохренища. А вам не кажется, что это немного грубо? А вам не кажется, что у меня, если что, есть песни для детей? Самый, самый, самый. Человек-паук. Самый сильный. Самый ловкий. Ты самый родной. Давайте что-нибудь позрослее. Хорошо. Есть песня «Мечта». Ты так красива. Прокурорская ксива. Просто достал. И темы закрыли. Вы что себе позволяете? В конце концов, поймите, для классной песен должен быть хороший сюжет. Да-да-да, я взял ваш скучный сюжет и сделал из него незабываемую историю. Это не шутка. Мы встретились в маршрутке. Сходили в ресторан, женились, родили сына. Через 50 лет началось восстание машин. И я оказался в списке убитых. Под номером один. Но я изобрел машину времени. Перенесся в прошлое, в ту самую маршрутку. Теперь мы едем и молчим. Пошел вон!